всем привет кто нас смотрит мы снова записываем наше видео через на протяжении какого-то времени у нас не было возможности записать но сейчас у нас есть возможность и последний раз мы снимали видео в мае сейчас уже август прошел определенный отрезок времени причина по которой мы не могли заснять сами на последнем турнире травмировался и по этой причине мы не могли заснять видео нужно было время для восстановления для того чтобы обратно можно сказать встать на ковер но на данный момент восстановился и мы можем дальше продолжать тренировки можем дальше продолжать наши наши тренировки на улице которые мы делаем если так восстановить хронологию наших видео последний раз мы делали видео где мы повторяли нашу первую как бы смотрели как насколько саму продвинулся насколько он вырос за этот период но до этого мы снимали видео где работали над переводами и сегодня я думаю мы сделаем эту тренировку где сначала мы поработаем посмотрим переводы как сама усвоил это материал как он это все закрепил и насколько ему дальше нужно в этом закреплять себя и еще и я покажу еще один прием который я нахожу очень хороший особенно когда соперник мокрый если сделаем легенький пуш-пуш чтобы зайти в тонус борцовский и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы делаем? Что ты хочешь, что ты планируешь? Если там завяжешь руку, то все равно, да, ты раз, ты взял. Посмотри, что ты хоть делал корпус, перевод был не думал, что достаточно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали уникий пуш-пуш, сейчас Сэмми сделает, ну, мы повторим обратно же перевод, который мы уже в предыдущих видео уже делали, показывали, мы уже как бы разбирали эту тему. И сейчас посмотрим, как Сэмми усвоил за этот период. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть мы работали, чтобы пройти в корпус, сделав перевод, проходили в корпус. Да, ручка здесь, протягивали, да, корпус и бросил. Я думаю, я думаю, то, что, ну, как бы, следующий сезон, когда начнется турнир, мы будем видеть, на самом деле, как усвоил материал или нет. Сейчас на тренировке, да, там какие-то моменты. Ну, турниры, они показывают, на самом деле, насколько усвоен материал, насколько человек, насколько он смог это понять здесь, для того, чтобы их употребить, эти приемы в борьбе, да? Там мы будем видеть уже, насколько ты усвоил или нет, да? Он тебе руки выставляет вот так. Нет. Ну, следующее, что я хотел, чтобы мы сейчас поработали, или, как бы, дальше, мы хотим дальше пойти вперед. Я хочу показать один прием, когда забивается рука снизу, две руки снизу, да, сюда протянул, потянул, забил вторую руку, две руки снизу. И здесь сброс, как бы, не нырок под руку, а сброс руки. Происходит, показываешь в одну сторону, а сбрасываешь в другую, и здесь заходишь заходишь заходим. Очень эффективный, на мой взгляд, прием, особенно, когда соперник мокрый. Конечно, нужно здесь зафиксировать, тяжело, когда уже, да, в таком состоянии. Но все равно пробиваем руку и снизу, вторую руку и сюда заводим. Отключить плечи надо, да, то есть, если соперник уже прижал руки вниз, прижми, да, то есть, здесь сложно поднять. Поэтому нужно сразу в этом положении отключается плещевой пояс, да, то есть, сопернику тяжело что-то предпринять. Конечно, в зависимости от его, от его физической подготовки и так далее. Но все равно в этом положении сопернику тяжело, когда ты подошел, плотно к себе, держал, и здесь двигаешься. В эту сторону показал, и бросил сюда. Здесь уже дальнейшее действие, или бросок прогибом, или партер, и так далее. Забиваешь руку, забиваешь одну руку, протягиваешь меня в сторону, протягиваешь, забиваешь в сторону. Выключаешь плечи, правильно, показываешь в одну сторону, и в другую сбрасываешь. Раз, должен, намного сильнее надо сброс сделать. Как бы этот, такой швунг, сброс, надо делать намного сильнее, эффективнее, то есть динамичнее. Сюда ты показал, а этот звук, сюда, прям, ну как бы, выкидываешь в сторону. Теперь захват. Вот. Теперь возьму, вот, выключил, вот, видишь, на, широкий захват. И теперь скидывай. Раз, ну уже лучше. Я думаю, мы сейчас не будем на этом зацикливаться долго. Сама суть понятна. Со мной, конечно, немножко габарита у меня еще побольше. Сами сложнее это делать. Но это тот материал, который мы будем сейчас работать. Я думаю, в следующее видео у нас получится вовремя заснять. Сейчас все эти летние каникулы и период отпусков заканчиваются. Идет обратно в ритм, все входит. Надеюсь, не будет никаких травм. Да. И в следующий сезон с новыми силами, с новыми, за новыми победами, можно так сказать. Вот. Поэтому всем спасибо, кто нас смотрит. Мы снимаем из Украины. Город Жмеренко. В парковой зоне. Отличная возможность здесь бегать, тренироваться. Недалеко спортзал. Но мы делаем видео на улице, наши тренировки, которые мы начали на улице. Поэтому привет из Украины. Да. Всем пока. Спасибо за просмотр. Продолжение следует...